Друзья, всем привет! Сегодня будем проходить, пожалуй, самое дурацкое испытание за всю историю Clash Royale, самое неинтересное, которое называется ракетный запуск, но я бы назвал его ракетная гонка, потому что, по сути, здесь выигрывает тот, кто первый поставит три ракеты и сможет сделать так, чтобы соперник эти ракеты не законтрил. Соответственно, нам нужны четыре карты, самые дешевые для цикла, это три духа, два контроль духа, один дух наносящий урон, но дух исцеления сюда брать, сами понимаете, не стоит. Скелетики, причем эволюционные, потому что в этом событии бывает, что кто-то выбирает тактику быстрее проломить по стороне и потом пойти еще в ГЗшку эликсирным големом. Вот скелетики эволюционные и палач призваны в этой колоде не допустить такого развития событий. Рнадо, чтобы контрить монаха, ну и дальше либо монах, либо заморозка, заморозка дешевле. Это если у соперника такая же цикл колоды и в конце вы поставили оба по ракете, то на его ракету накидываете заморозку, побеждаете. В общем, давайте попробуем пройти и все станет понятно. Надеюсь, разного рода соперники нам попадутся и мы рассмотрим все возможные тактики. Сразу ставим ракетную установку и нам надо докрутиться до торнадо сейчас, друзья, потому что если он играет с монахом, то нам нужно будет его законтрить. И вот так прямо над двумя вышками я держу пальчики. Нет, не пригодилось. Он играет либо без монаха, либо решил его пока не ставить. Здесь давайте подождем немножко. Да, это вообще соперник, играющий по принципу... Я думаю, что здесь даже торнадо дадим, раз он такой выбрал такую стратегию. Ну и здесь два духа на другую сторону убивают принцессу. И дальше у нас есть снова возможность поставить ракету. Две ракеты отделяют нас от победы. Две ракеты и заморозка или торнадо в ГЗ-шку. Потому что если три ракеты влетают в ГЗ-шку, то там остается несколько единичек здоровья. Интересно, он, конечно, тактику выбрал. Принцесса зачем-то. Огненная лучница. Принцесса большого урона не наносит. Он думает, что у него будет столько времени, чтобы принцесса меня закидать. Так не будет, дружище. Ни тайминговый. Плохой монах. Я на него даже не реагировал. Активация ГЗ-шки, потому что я человек простой. Где могу, там активирую. И, собственно, все. Нам остается поставить одну ракету. Он уже ничего не успеет сделать. Даже если он пекой пойдет сейчас по правой стороне, мы эту пеку законтрим скелетиками. Ну, а по левой и тем более ловить нечего. Вот они, эволюционные скелетики, которые по земле все что угодно способны остановить. Ну, и это победа. Докидываем торнадо. ГЗ-шка уничтожена. Без палача это было бы сделать в этом матчапе, как вы понимаете, было бы гораздо сложнее. Именно поэтому он присутствует в этой колоде. Для того, чтобы контрить любую, по сути, атаку до двойного эликсира. А до двойного эликсира игра и не доходит, если мы все сделаем правильно. Ну что? Вот так вот. Нашли нам соперника. Снова сразу же втыкаем ракету. В целом здесь спешить можно и не спешить. Можно дождаться десятки, потом поставить ракету, потому что неважно, как быстро мы ставим первую ракету. Главное, чтобы у нас финальная долетела быстрее соперника. Торнадо на готове опять. Вот оно, для чего нужно, друзья. Появляется монах, он может появиться левее или правее. И, соответственно, в зависимости от этого нам нужно будет либо налево, либо направо дать торнадо. Все, собственно, я уже победил в этом испытании. Именно поэтому оно такое дурацкое. Потому что вот человек поставил монаха, потратил большое количество эликсира. Я, причем, законтрил его дешевле, чем монах стоил. И все. Дальше уже я выставляю ракету. У него сейчас монаха в руки нету. И ракета полетела. А мы уже крутимся до следующей ракеты. Ракеты. Видите, как я его сильно опередил по циклу. Все из-за того, что он потратил капельки эликсира не на прокрутку, а на монаха. Потратил 6 единиц эликсира. Я это законтрил тремя. Соответственно, у меня есть преимущество в несколько секундочек, которые вот этот эликсир копится. И вот оно, это преимущество. Он сейчас будет, естественно, монахом защищаться. И мы снова держим два пальчика над вышками. Для того, чтобы посмотреть, по какой стороне выставится монах. По правой снова туда даем торнадо. Все, это победа. Не успевают в таком случае, если мы быстро среагировали. А для того, чтобы быстро реагировать, друзья, лайфхак. Это вот эти два пальчика над вышками. Чуть повыше. Появился левее монах. Левый пальчик. Появился правее. Правый пальчик. Среагировать сопернику быстрее невозможно. Просто не прожимается физически обилка быстрее. Снова есть у нас торнадо. Это замечательно. Вот, по-моему, цикл противник против нас такой же, как и мы. Готовим торнадо тоже. Если он сейчас будет монахом контриться, мы это законтрим. Да, монах, все, это снова победа. Опять то же самое абсолютно сделал мой соперник. Именно поэтому, по сути, монах колоди-то и не нужен. Лучше взять заморозку. Потому что, видите, ставят монаха соперники. И что это им дает? Если все правильно сделать, если хорошо среагировать торнадо, то ничего это не дает. Это дает просто отставание по эликсиру и впоследствии поражение. Монаха сейчас у него в цикле нет, поэтому я даже не буду теребить торнадо. Я просто буду крутиться до следующей уже ракеты. И в этой игре ему уже ловить нечего. Вот так вот. Просто в первые секунды становится понятно, кто выиграл, кто проиграл. И геймплей я не знаю кому как. Но мне, конечно, это неинтересно абсолютно. Снова торнадо на готове. Будем контрить монаха. Опять пальчики над вышками. Важный моментик. Давай. Все, торнадо в левую сторону теперь. Можно подмораживать монаха. Но, как вы понимаете, это дороже на одну единицу эликсира. А каждая единица эликсира это секундочка. И даже не одна. То есть, вот такая вот гонка. Гонка на эликсир равной секундочкам. Кто лучше выполняет эту гонку. Кто эффективнее тратит эликсир в этом плане. Тот и побеждает. Так, нам нужно торнадо. Докрутился я до него. Чуть-чуть неудачный цикл. Но ничего страшного. Торнадо на готове. Монах появляется. Торнадо уходит. Монах тоже уходит. Все это снова победа. Вот такие вот игры. Очень часто у вас будут, друзья. Для того, чтобы их побеждать, нужно просто среагировать на монаха. Ну, а дальше уже все идет своим чередом. Он уже меня по циклу... А, это такое? Это такая штука с запасным планом. Ну, давай. Ну, давай тогда, раз уж ты так решил. Скелетончиками здесь поможем. И пошла ракетная установка. Вычку мы не потеряли. И, соответственно, все очень хорошо. Торнадо опять на готове. У него монах, по-моему, уже может быть в руке. Хотя, навряд ли он только что умер. Но все равно. Лучше перестраховаться, чем недостраховаться. Все, полетела ракетка. Он ставит ракету. Это значит, что мы можем крутиться до следующего ракеты. Он попробует, наверное, финальную атаку провести. Но что это ему даст? Да ничего не даст. Ставим ракетную установку. И готовим торнадо. Молодец, ты дал торнадо. У тебя сейчас будет монах, да? Ну, монаха, давайте на этот раз подморозим. Ну, чисто для разнообразия. Вот так вот тоже можно сделать. И получается так же эффективно, как и до этого. У меня тут дочка решила поучаствовать в записи видеоролика. Так что, если услышите интересные звуки, это она. Она подсказывает мне, как правильнее крутить ракетные установки. Ну что, начинаем с того же самого, как и обычно. Ракетная установка. Электродух. Скелетики. Крутимся до торнадо. Вот оно, торнадо уже имеется. И снова готовимся контрить монаха. Вся игра вот в таком ключе и проходит. Еще одного огненного духа скидываем. И мы готовимся ставить ракетную установку. Но здесь, друзья, не торопимся. Потому что он может сыграть тоже агрессивно. Например, фога какого-нибудь скидывать. Нет. Здесь он просто крутится до ракетной установки. И, кстати, медленно это делает. Ага. Нет. Он крутится не до ракетной установки. Он сейчас будет контрить монахом. Поэтому торнадо на готове. Торнадо пошло. И это победа. Все. Он уже безжалостно просто отстал. Очень сильно. Поэтому не вижу каких-то возможностей у него сейчас победить. Мне осталось поставить одну ракету. И сейчас прям я это сделаю. Он уже не выставит ни монаха. Ничего. Он уже никак не может эту ракету восстановить. Просто никак. Но торнадо мы все равно подготовим. Вдруг каким-то чудом у него сейчас... Не-не. 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 Этого уже не произойдет, конечно. Он успел, типа, выставить монаха. Но уже обилку прожать не было никаких возможностей, конечно. Поэтому вот так вот. Не знаю, друзья, как вам вот такое испытание. Я все сказал. Как бы, на мой взгляд, это крайне неинтересно, конечно. Но есть большой плюс. Можно быстро на всех аккаунтах пройти, заработать награды, набить коробки вот эти вот с призами. И все будет окей. Снова, ну, как бы, блин. Даже это как-то комментировать. Каждая игра одно и то же, одно и то же. И, друзья, видите, монах. В чем его... Он, конечно, хорош, если все правильно сделать. Но, как бы, типа, как ты не делай, все равно торнадо его контрит. Поэтому лучше его вообще не брать в колоду. Лучше взять заморозку. К сожалению, у нас ни одной игры не прошло так, чтобы заморозка вот прям сыграла так, как она должна сыграть по задумке в этой колоде. То есть, вообще, по идее, идет гонка за ракетой. Вот, то есть, я и мой соперник ставят одновременно ракеты. И в конце, когда, когда уже идет финальная ракета, финальный запуск, мы просто замораживаем ракету соперника, а наша вылетает. И все. Вот таким образом заморозка себя здесь полностью должна оправдывать. Но это не тот случай. Здесь соперник играет с монахом, поэтому... Кстати, еще выгодно, если у соперника нет каких-то дальнобойных карт, которые могут законтрить ракету, то финальную ракету есть смысл ставить прямо вплотную к мосту. Потому что оттуда она быстрее долетает. Ну и все. Нам осталось законтрить еще одного монаха. Выбрана торнадо. И правая вышка. Оттягиваем монка. И это победа. Ну... Остается еще две одинаковых игры. И сейчас мы их проведем. Тортуем. Лобобат. Семь. Интересный ник, конечно же. Ракетная установка. Крутимся до торнадо. Нельзя просто ставить ракетную установку неприкрытую. Нам надо иметь возможность обязательно законтрить монаха. Иначе это будет поражение. Ну и что? Он теперь уже... Он скинул одного духа. Он уже не успеет монаха поставить. Ему не хватит эликсира. Ну и мы крутимся до следующего монаха. Судя по всему, вот это вот та игра, в которой нам надо будет отдавать заморозку. Это именно она. Так. Отдаем ракетную установку пока. На готове опять у нас торнадо. Обязательно. И что у него? Монах, не монах? Что-то будет? Не будет? Нет. Пока, судя по всему, не будет ни монаха. Ничего. Ну тогда это поражение, братишка. О-о-о-о. Не-не-не-не-не-не. Тайминги он не угадал. Кстати, по поводу... Если вы будете играть все-таки с монахом, то его после... Его надо выставлять через 12 секунд после того, как соперник на поле боя выставил ракетную установку. Но я не рекомендую играть с монахом, потому что, ну вы видите, сколько было игр. Скорее всего... Чаще всего, вернее во всех абсолютно, монах играл в минус моему оппоненту. К сожалению, вот опять был с монахом противник. И не получилось нам посмотреть на то, как работает заморозка в идеале. Ну и остается финальная игра. Вот такое прохождение под визг моей дочери, которую сейчас я пойду успокаивать, судя по всему, потому что не справляется жена. Так, ракетная установка и торнадо. Все то же самое, две ключевые карты в этом испытании. Больше ничего вообще, никаких выдумок, никакого подсчета эликсира. И вообще, просто вот в этой игре, судя по всему, будем использовать заморозку. Да, если у него нет монаха, то именно так и произойдет. Ну пока крутимся до ракеты еще одной. Ставим. И... Опа, хорошо, кстати. Ну его дух тоже прыгнет. Не прикрылся я. Торнадо опять на готове. Есть ли у него монах вообще? Или он его на финальную эту приберег? Нет, монаха нет, значит будем сейчас заморозку хорошую давать, друзья. Будем выдавать заморозку. Так. Где наша ракета? Нам надо ее ставить вот сюда повыше, чтобы быстрее долетала. Ракета пошла. А он ставит опять туда же. Здесь заморозка не дотягивается. Тогда... Нет, тогда заморозку нельзя. Тогда надо давать торнадо. Торнадо, чтобы нанести недостающий урон по вышке. И он тоже дает торнадо. Но моя ракета долетает быстрее, потому что я ее поставил выше. Вот и все. Бывает так, что соперники подставляются под заморозку ракетой. Но это не тот случай. Все? Испытание пройдено? Не знаю. Надеюсь, что больше подобных испытаний не будет. Потому что, ну, это ересь дикая. Неинтересная. Абсолютно все играют одним и тем же. И контриться это элементарно вот той колодой, которой я играл. Четыре карты для цикла. Палач. Торнадо. И, собственно, это супер ракета. Что ж, друзья. На этом все. Спасибо за просмотр. Удачи в прохождении испытания. До новых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok